Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Уроженцы Западной Армении Кенет Хачикян. Армянская идентичность, исламизированные армянские сироты. Срединный коридор Баку и Тбилиси хотят укрыться под китайским зонтиком. Переменение силы неприемлемо. Госдеп США о вчерашнем столкновении между Арменией и Баку. Необходимо соблюдать границу 1991 года Евросоюз. В результате блокады экономики Арцаха нанесен ущерб в размере 230 миллионов долларов. Выставка культурное наследие Килики. Уроженцы Западной Армении Кенет Хачикян. Кен Хачикян, которого также называют Львом Республиканской партией Калифорнии, специалист по политической стратегии, участвовавший в девяти президентских кампаниях в качестве главного советника. Работал в офисе президента Ронда Рейгана. Был автором его выступлений. Родился в городе Визалия, Калифорния, в семье переживших геноцид и мигрировавших в Соединенные Штаты. Как автор выступления президента Ронда Рейгана, Хачикян написал его первую инаугурационную речь и приветственное послание заложникам, освобожденным от иранского кризиса. Его образ был включен в фильм «Фрост Никсон», снятый в 2008 году. Армянская идентичность, исламизированные армянские сироты. Во время геноцида османское правительство также осуществило политику тюркизирования и исламизации части армянских женщин и детей, что также следует рассматривать в контексте геноцида и считать одним из структурных элементов мецьегерна резня армян, поскольку насильственно исламизированные армянские женщины и дети были спасены чисто физически, а как этнос уничтожены. Вестер Армения ТВ опубликовал два османских документа и перевод на западноармянский язык об армянских сиротах, собравшихся в одном из зданий района Анкары. В первом документе министр внутренних дел Таллад считает неуместным коллективное пребывание армянских детей в данном здании и поручает распустить их в исламские организации. Второй документ – ответ на эту директиву, данный вице-губернатором Анкары Атифом, который сообщает некоторые подробности о количестве армянских женщин и детей, находящихся в этих районах, сообщив, что армянские дети будут разделены в исламские организации. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили неожиданно посетил с рабочим визитом Баку и провел трехчасовые переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Малеевым. Лидеры двух соседних стран регулярно поддерживают контакты друг с другом, учитывая сотрудничество на двусторонней основе в экономике, политике и гуманитарной сфере. И участие в совместных геоэкономических проектах в энергетике, транспорте и логистике. Правительстве Грузии сообщили, что на встрече в Баку было уделено внимание совместной работе по обеспечению безопасности в регионе. Отчего возник новый вопрос. Что такого происходит в регионе в сфере безопасности, раз потребовало проведение срочной консультации между Алиевым и Гарибашвили. Эксперты отмечают, что ранее потенциал этого направления транспортного коридора использовался не полностью, из-за того, что грузовладельцы и экспедиторы предпочитали маршруты, проходящие через порты Балтийского и Азовско-Черноморского бассейнов. Но в случае успеха инициативы Баку, Тбилиси и Анкары многие европейские государства также будут использовать срединый коридор для связи с Китаем и Азией. Полный материал читайте на нашем сайте. В Госдепе США, комментируя вчерашний вооруженный инцидент между вооруженными силами Армении и Азербайджана, в районах армянского села Тех заявили о неприемлемости применения силы для решения споров. Мы сожалеем о смертельном столкновении, которое произошло 11 апреля с участием армянских и азербайджанских сил, в результате которого есть несколько жертв. Приносим соболезнования семьям погибшим и пострадавшим. Конфликт не может иметь военного решения, а применение силы для разрешения споров недопустимо. Единственный путь к устойчивому миру – за столом переговоров. О применении силы срывает переговоры, говорится в заявлении Госдепа США в ответ на запрос армянской службы «Голоса Америки». Евросоюз осудил столкновение, произошедшее 11 апреля в селе Тех на армяно-азербайджанской границе, в результате которого с обеих сторон есть погибшие и раненые. Об этом говорится в распространенном заявлении дипломатической службы Евросоюза. Этот инцидент еще раз подчеркивает, что при отсутствии демаркированной границы необходимо соблюдать границу 1991 года. Силы каждой стороны должны быть отведены от этой линии на безопасное расстояние для предотвращения повторения инцидентов, заявила пресс-секретарь Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Набила Масрали. Предыдущие обязательства должны соблюдаться, в том числе обязательства, взятые в Праге в октябре 2022 года в отношении взаимного признания территориальной целостности в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года. Евросоюз также призывает к активизации переговоров по демаркации границы и готов поддержать этот процесс, говорится в заявлении. Европейский союз вновь призвал к сдержанности и к мирному разрешению споров. Правительство Западной Армении напоминает, заявление Алматы не является правовым актом, это заявление о намерениях, которые никоим образом не обязывает Западную Армению. После разделения Республики Армении в 1920 году эта декларация не учитывает Северский договор. Признание Западной Армении и последствия осуществленного против армян геноцида и его содержания может быть лишь временным решением по применению Международного мирного договора, подписанного 10 августа 1920 года в Севере. Защитник прав человека Республики Арцах опубликовал обновленную версию специального доклада на трех языках о нарушении индивидуальных и коллективных прав человека в результате 122-дневной блокады Арцаха со стороны Азербайджана. Приведем некоторые данные доклада. Количество передвижений людей по трассе Степанакерт-Горис по Бердерскому коридору сократилось примерно в 183 раза. Было импортировано примерно 12 раз меньше жизненно важных грузов, чем должно было быть без блокады. 4089 тонн вместо 48800 тонн. Из-за блокады домой не смогли вернуться в общей сложности около 4000 человек, в том числе 570 детей. Из-за прекращения плановых операций около 1060 граждан лишились возможности решить проблемы со здоровьем посредством операции. Азербайджан полностью или частично прервал подачу газа из Армении в Арцах в общей сложности на протяжении 56 дней. На протяжении 93 дней полностью прервано электроснабжение из Армении в Арцах. По предварительным оценкам около 10300 человек фактически потеряли свою работу в источниках дохода, включая случаи сохранения рабочих мест, что составляет более 50% от общего числа работников частного сектора. Сбои в газоснабжении и электроснабжении привели к незапланированной вырубке лесов. Около 7400 деревьев были вырублены, что в свою очередь создат дополнительные долгосрочные проблемы для обеспечения здоровой окружающей среды. Экономике страны нанесен ущерб в размере около 237 миллионов долларов. Ряд нарушений прав более остро проявляется среди уязвимых групп, в частности 30 тысяч детей, 9 тысяч инвалидов, 20 тысяч пожилых людей, 60 тысяч женщин и девочек и 15 тысяч перемещенных лиц. С отчетом можно ознакомиться по данной ссылке. Выставочный зал Константинополя галерии Бензамандар готовится к выставке, где будет предоставлена панорама городов Антиохи, Александрета и Мусадага 100 летней давности. Об этом на пресс-конференции сообщил директор выставочного зала Офсман Кекер. Отметив, зимотрясение, произошедшее 6 февраля, унесло множество жизней и также разрушило историко-культурные ценности городов. В ходе выставки, которая стартует 18 апреля и продлится до 10 июня, мы должны попытаться изучить средства сохранения культурного наследия и оказать поддержку пострадавшему от катастрофы обществу. Мы решили направить выручку от продажи книги Антиохи, Александрета и армяне Мусадага на реконструкцию армянского села Багыф. В Западной Армении отметил Осман Кекер. И в завершение новостей послушаем песню «Вай Бабо». Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok